В этом уходящем году я бы хотел подвести итоги, какие алгоритмы в SEO изменились, какие стратегии в SEO будут актуальны в следующем году, но я не хочу быть голословным и на это видео я пригласил множество экспертов, которые дадут взвешенное мнение, какие стратегии будут меняться и что будет актуально. Итак, поехали, сейчас мы разберем с SEO-экспертами, какие стратегии будут популярны в следующем году. Если вы внимательно смотрели наши вебинары, вы заметили, что первый же бессменный гость наших вебинаров это Михаил Шакин. Михаилу я даю слово открыть этот гайд по относительно следующих актуальных стратегий и он, конечно же, любезно предоставил нам инструкцию, что будет актуально в следующем году. Всем привет, в эфире Михаил Шакин и я хочу поделиться своими мыслями по поводу того, каким будет SEO в 2021 году и что будет в тренде в бурже и в рунете. Если отделить все детали, все какие-то небольшие тактические методики и так далее, то на мой взгляд в бурже будет следующее. Это развитие дальнейших алгоритмов EAT и YMYL. Это мы видим по декабрьскому обновлению Google Core Update, где идет по сути раскатывание алгоритмов экспертизы, авторитетности и траста, а также алгоритмов YMYL на многие другие тематики. То есть то, что было раньше применялось только для медицинских и юридических и финансовых сайтов на заре этих алгоритмов, то это сейчас применяется практически для любой тематики и при этом Google в разной степени в разных тематиках применяет свои обновления. Поэтому я считаю, что будущее будет в бурже в следующем году в плане SEO-трендов. Это наращивание траста своих сайтов, наращивание авторитетности своих экспертов, личные бренды, бренды компаний. Это, на мой взгляд, постепенно сформируется в отдельный фактор ранжирования, которые сейчас уже намеки есть на это, но тем не менее это будет развиваться и постепенно сформируется в отдельный фактор ранжирования в Google. Что же касается Яндекса? В Яндексе, на мой взгляд, все идет к тому, что он с опозданием повторяет те внедрения в алгоритмы, которые были применены в Google несколько лет назад. В частности, это одна из очень успешных методик, которая хорошо работает под Google, сейчас дала хорошие результаты и под Яндекс. Это так называемая морфологическая вариативность. Этот термин я узнал от своего друга, который работает руководителем команды лингвистов в Нью-Йоркском Google. По сути, простыми словами, если говорить, это лексическое разнообразие текста. То есть, слова-синонимы, похожие фразы, которые не содержат в себе сам запрос, хвосты поисковых подсказок, хвосты подсветки в выдаче и так далее. То есть, самые разные фразы из базы данных поисковика, которые так или иначе связаны с этим запросом, с этой тематикой. То есть, по сути, Яндекс идет тем же путем в плане текстов. Конечно, есть и свои различия, но общая тенденция, на мой взгляд, очень сейчас хорошо наметилась с алгоритмом Яндекс.Яти. И, на мой взгляд, здесь как раз многим вебмастерам и оптимизаторам предстоит основательная работа с текстами. И, на мой взгляд, это хорошо, потому что с текстами работать интересно. Это и для пользователей полезно, когда текст нормальный, не переспамленный и так далее. То есть, будем работать. Я думаю, здесь подключатся, конечно, и нейросети. Возможно, появятся какие-то сервисы, которые позволят дооптимизировать тексты на сайтах с помощью анализа нейросетей и так далее. Ну, поживем, увидим. Всем желаю топа. До новых встреч. Действительно, Михаил Праб и AT будет разворачиваться на все остальные ниши. Это видно уже и по декабрьскому апдейту, когда он начал бить уже в те сайты, которые фактически медицинскими, юридическими, финансовыми не являлись. И начал делать это действительно в машинном формате. И очень многие сайты пошатало именно по классическим и AT проблемам. И это мы увидели. Большинство сайтов, которые к нам пришли в декабре на анализ, мы увидели именно вот эти просадки даже вне медицинских нишах. Да, так и есть. И AT будет разворачиваться, и он уже развернут. И сейчас касается всех сайтов, которые вы будете продвигать. По поводу Яндекс.Яти, я хочу сказать, что Дмитрий Севальнев с командой Pixel Tools сделали большое исследование. И вы можете пойти посмотреть соответствующие исследования относительно этого алгоритма. Но по поводу него на самом деле мало пока четкой информации. Кроме того, что по низкочастотке действительно запросы начали расти сильнее. И, собственно, больше толком пока ничего фактического, ну, какого-то отличия сильно неизвестно. Как он скажется в будущем, это можем спросить уже спустя время. А сейчас я хочу дать слово Андрею Буйлову, автору канала SEO без воды, который действительно тоже был у нас на наших вебинарах. И я хочу, чтобы он дал экспертный анализ вообще по поводу реально тех фишек, которые будут в следующем году. И действительно спалил пару-тройку стратегий, которые всегда раньше успешно полились. Всем привет! Это Андрей Буйлов, и мы поговорим о том, что изменится в SEO в 2021 году. Первое, что продвигать сети стоит еще эффективнее. То есть сейчас с каждым годом растет тренд на то, что один сайт может просто не продвинуться, даже если на нем все правильно сделано, сделана хорошая оптимизация и так далее. И вот влияние этого рандома, этой случайности с каждым годом все больше, и поэтому гораздо эффективнее взять сразу два, три, четыре домена, на них что-то закинуть, посмотреть, ну, минимальные усилия на каждый распределить, SEO-шные, то есть и текст закинуть, каких-то ссылочек туда накинуть, посмотреть, какой из них лучше всего уйдет, и на него дальше делать акценты. Понятно, что лучше не на вареги, а на дропы. Следующий момент — это учет EAT, и, ну, в общем, у аналогов в Яндексе, то, что пытается Яндекс учитывать и, ну, полезность этого материала, не только с точки зрения, там, количества знаков, вхождения ключей и так далее, а именно, насколько экспертно он написан, кто его написал и так далее. И это будет разматываться сейчас на другие ниши, в Яндексе это в целом алгоритм пытается это как-то оценивать, а в Гугле конкретной, конкретная часть алгоритма отвечает за определение того, кто написал, какое издание и какой автор написал это, и это теперь, то есть сейчас это в основном медицинская ниша и, ну, ряд, там, смежных историй, дальше это будет разматываться на другие, на другие моменты, то есть если ты делаешь обзорник про, не знаю, светильники, то если ты не эксперт светильника, то твои обзоры будут ранжироваться ниже, я уверен, что к этому будет идти уже в 21 году. Дальше продолжатся попытки учета отзывов ранжирования в Яндексе. Сейчас уже есть предположение, что уже сейчас это используется активно, но если используется, то очень-очень в маленьком объеме, то есть вес этого фактора ранжирования сейчас довольно низкий, я думаю, что они будут пробовать делать больше, постепенно усиливая антифрод в этом месте, потому что накручивать отзывы все умеют и, ну, в общем, Яндекс идет в этом направлении. Будет еще больше своих сайтов и SEO-литгена, потому что клиенты продолжают требовать максимальной предсказуемости продвижения, а SEO-специалисты не могут им дать эту предсказуемость, потому что поисковые системы все больше уходят в автоматизацию, в машинное обучение, и даже сами сотрудники поисковых систем толком не знают, как работает та или иная часть их алгоритма, не говоря уже о SEO-специалистах. Поэтому, ну, мы, по крайней мере, очень сильно, ну, вкладываемся в то, чтобы развивать свои проекты, и в целом Моторсель, по крайней мере, в Рунете, в СНГ все больше уходит к тому, что нужно больше делать своих, своих проектов и уже с них продавать заявки, уже с них продавать рекламу и так далее. Еще такой момент, что время от выявления какой-то фишки, какого-то, ну, какой-то механики, который дает быстрые топы, быстрые результаты, увеличивается. То есть, ну, время от палева, точнее, от выявления до палева. То есть, от того, как мы провели какой-то эксперимент, мы пользуемся, получили хороший результат, пользуемся этим в своей работе для клиентов, для своих проектов. И вот я выхожу на какую-нибудь конференцию, на свою или на чужие, и рассказываю там о том, как это круто работает. Вот время от того, как мы это спалили сами, а потом, как я об этом рассказал, увеличивается с каждым годом, и в 21 году будет еще больше увеличиваться, потому что уже в 20 были сплошные онлайн-конференции, но онлайн их, в принципе, палит очень мало. И в 21, я думаю, что тоже будет, конференции будут в основном в онлайн-режиме проходить, и тоже палева там будет довольно мало, и вот этот лаг будет увеличиваться временной. Поэтому просто вам нужно экспериментировать. То есть, нужно экспериментировать внутри команды, объединяться в группы и делать общие эксперименты на группу. Ну, вот таким образом. И SEO-прессинг от накруток в Яндексе от поведенческих факторов снизится. То есть, уже сейчас накрутки наиболее топорные выявляются Яндексом на ура. Не всегда они с этим что-то делают, но это скорее больше политическое решение, потому что они там не уверены, что это владелец крутит и так далее. То есть, больше с этим связано. А так, когда вы крутите поведенчески, это все видно абсолютно хорошо. И, ну, в общем, Яндекс к этому идет. Идет к тому, чтобы делать технологию все более дорогой, все более хлопотной, хлопотной и, ну, вымывает с рынка не экспертных ребят, то есть, которые просто купили какой-то инструмент, закинули туда денег и пробуют накручивать. Поэтому SEO-прессинг от этого инструмента будет снижаться. Ну, и, как бы, комплексное SEO-продвижение станет, я думаю, что чуть более в Рунете, снова чуть более полезным, чем это было в последние годы, когда поведенческими просто занимались топы за несколько недель. И, в общем, все остальное было не очень-то и нужно. А вот как-то так, основные моменты. Успехов вам в продвижении ваших проектов. Пока-пока. Да, кстати, согласен с Андреем, действительно не все SEO-шники палят фишки сразу. Приходит прилично времени, прежде чем эти фишки уже будут там задействованы. Более того, SEO-шники стали множество фишек держать при себе и не рассказывать никому. Это действительно так, потому что SEO-студии сейчас держатся за своих клиентом за счет тех самых уникальных стратегий, которые работают. Мы хоть и рассказываем про те трюки, которые нужно сделать, но, конечно, никогда свой секретный рецепт просто так рассказывать не будем. По одной простой причине, мы его сами разработали, мы его сами знаем, как готовить. И многие рецепты действительно у нас являются уникальными. И некоторые рецепты мы будем внедрять в следующем году. В частности, новый краудмаркетинг 2.0, который я анонсирую, как новый продукт компании SEO-квик, который будет доступен с января. Если вас интересует, пожалуйста, напишите в комментариях. Мы можем детально его обсудить. И переходим дальше. Я даю слово Игорю Руднику, автору портала, создателю портала Collaborator.pro. И он расскажет про те стратегии, которые он считает будут актуальными в следующем году. Коллеги, добрый день. Отвечая на вопрос, какие SEO-стратегии будут работать в 2021 году, что изменится, я немного извращу этот вопрос и направлю его только на линкбилдинг, так как именно об этом я могу рассказать больше всего. Итак, какие SEO-стратегии, что будет работать в линкбилдинге? Но и здесь вторым этапом я немножко изменю правила игры. И просто скажу не то, что будет работать, потому что методы вы и так знаете. И невозможно на 100% утверждать, что какой-то из них будет работать точно лучше. Я выделю три поинта, на которых стоит сфокусировать ваше внимание, так как мне кажется, это еще не доработано и многие этого не делают. Первое. Первое это собственно качество контента и качество получаемых ссылок. В принципе мы наблюдаем уже то, что все больше людей перестает работать на количество и все больше людей, специалистов и бизнесов больше делают упор и фокус на качестве контента. Это в общем-то мне кажется то, как это должно работать. И этот тренд будет усиливаться. Поэтому если вы все еще мыслите категориями количества и не задумываетесь о качестве, то рекомендую вам об этом тоже подумать и возможно поменять вашу стратегию. Опять же, то, что мы говорим, это касается крупных проектов, долгосрочных, а не каких-то проектов однодневок. Дальше. Второй поинт это совмещение контент-маркетинга и линкбилдинга. В целом тут тезис можно расширить, так как мне кажется, что по тем обращениям, которые мне поступают, очень мало людей понимают, как между разными отделами в больших компаниях синхронизировать работу контент-маркетинга, пиар-службы, линкбилдинга и так далее. Если вам удастся наладить и засинхронить работу этих отделов, вы получите с точки зрения внешней оптимизации большой результат для вашей компании. Если более конкретно и более приземленно для тех, кто работает не в больших компаниях, а просто продвигает свой сайт. То есть вам в идеальном случае нужно начать с того, чтобы хотя бы, когда вы размещаете гостевые посты, думать не только о том, как сэкономить на контенте, а наоборот думать о том, как вложиться в контент, чтобы размещая контент гостевой, получать не только ссылку, но и внимание аудитории и трафик. Таким образом вы будете сочетать контент-маркетинг и линкбилдинг. И это на самом деле здорово работает. То же самое относится, когда вы применяете краудмаркетинг. Не стоит думать только о том, как получить уникальные домены и так далее. Нужно думать о том, как дать качество текстовки, как разместить ваш гостевой, не гостевой пост, извините, а комментарий. Так, чтобы привлечь внимание аудитории, получить кроме ссылки, еще и переходы внимания аудитории и некую лояльность завоевать. Ну, завоевать в краудмаркетинге можно только качеством вашего ответа и помощи аудитории. Вот. И третий поинт – это фокус на дистрибуции. Когда вы делаете какой-то контент, в частности, там, гостевые посты, контент-маркетинг и так далее, недостаточно это просто выпустить. То есть нужно в идеале также это дистрибутировать, и это должен быть отдельный процесс. То есть привлечь внимание к этому материалу. Вы можете для этого использовать социальные сети, таргетированную рекламу, ремаркетинг, все что угодно. И в частности, также телеграм-каналы. Телеграм-каналы – вот это, мне кажется, то, что будет меняться, будет усиливаться и то, что следует использовать. Вот. Таким образом, давайте подытожим. То есть первое – это фокус на качество контента и обратных ссылок. Качество должно превалировать над количеством. Но это не значит, что вы должны ставить три ссылки в месяц. То есть качество, если вам бюджет позволяет, это не должно влиять на количество. Второе – это совмещение контент-маркетинга и линдбюлдинга. Здесь в синергии как бы находится большой потенциал для аккумулятивного роста. И третье – это фокус на дистрибуции. То есть если вы будете думать не только о том, как разместить, как выпустить какой-то контент и получить ссылку о том, как это донести аудитории и привлечь трафик, это также для вас будет давать большую отдачу. На этом все. Спасибо большое. Делитесь вашими методами и видением изменения SEO-стратегии в комментариях. До встречи. Абсолютно согласен с Игорем. Шикарно рассказал про поинты, которые нужно учитывать. Как сделать хорошие качественные ссылки, да еще и в большом количестве. На самом деле вот это самый сложный вопрос. Потому что на каждую ссылку вы должны уделять контенту. И существует ряд хаков, которые мы знаем, которые мы знаем, как использовать созданные ссылки, которые вы заплатили довольно-таки большие деньги, прокачать, чтобы они работали лучше. Конечно же, если же вам SEO-студия, например, как мы, предоставляет список ссылок, которые разместили, на них же можно привлечь трафик через те же каналы, про которые говорил Игорь. Через соцсети, через телеграм-каналы, через какие-то либо дайджесты, которые вы делаете с ссылками на ваши собственные публикации, которые вы сделали на сторонних источниках. В идеале на самом деле все эти ссылочки пересоединить, своеобразным пауком переанкорить друг между другом разные домены с разных доменов. Таким образом, вы усилите влияние ссылок друг на друга, они не будут находиться сиротами в сети. И таким образом, ваша сетка ссылок будет работать гораздо лучше. А теперь я приглашаю для экспертной оценки следующего года, что ждет нас, Артура Латыппу из компании SEO-интеллект. На связи Артур Латыпп в компании SEO-интеллект. О том, как изменятся стратегии в SEO в 2021 году. Мы предполагаем, мы собирали статистику уже по 2020 году, какие работы были наиболее эффективны. И, как ни странно, как ни банально, очень эффективны классические работы по SEO, такие как сбор корректных ключевых запросов. То есть не просто сбор всех подряд запросов, а реально сбор запросов, которые подходят для продвижения и подходят для наполнения запросного индекса сайтов. Это кластеризация, грамотная разбивка, причем она изменилась в 19-20-х годах в сторону более полных кластеров из-за изменений в поисковых алгоритмах. Также мы заметили работу над качеством сайтов, что именно она приносит эффективность, приносит эффект, потому что изменения в поисковой системе Google, изменения в поисковой системе Яндекс, в особенности в Google, они требуют работы над качеством сайтов, особенно в тематике U-Money, U-Life, и те два апдейта Google, они прям очень сильно это показали. Кроме этого, техническая составляющая сайтов тоже очень важна. В 2021 году, я думаю, трендом будет вот эти вот обновления, которые произошли в Яндексе и в Google. Это новые алгоритмы, которые учитывают смысловой поиск, будет продолжаться развитие, и мы будем немножко по-другому готовить контент, более детально, с охватом запросов, покрывающих тематику, слов, покрывающих тематику, терминов, более детально ко всему к этому подходить. Ну и, конечно же, никто не отменял запросные индексы, банальную текстовую оптимизацию, качество сайтов, техническую составляющую, коммерческие факторы и многие другие работы. Также не стоит забывать о внешних ссылках с качественных доноров, которые также могут влиять на самом деле на качество сайтов с точки зрения Google. Если вы получаете качественные ссылки с качественных сайтов, это в том числе свидетельствует о том, что сайт, который получает эту ссылку, тоже качественный. В целом, работы не то что усложняются, они становятся более масштабными. Появился такой термин, как «околопоисковое пространство». Это работа и взаимодействие с сервисами от поисковых систем, с сайтами, которые окружают поисковое пространство. Это всевозможные отзывики, все, что с этим связано, сервисы от поисковых систем. На них тоже следует обращать внимание. Я думаю, нас ждет интересное развитие алгоритмов, такой более серьезный. Нас ждет интересная работа в будущем. Абсолютно согласен с Артуром. Реально качественный такой обзор, все, что нас ждет по внутренней оптимизации. И не зря затронули там по поводу семантики, что сейчас важно при сборе семантики, учитывать множество ключевых слов, по тем, которым вы будете продвигаться. И Яндекс спалил, что в Яте будет использоваться так называемый монолитный индекс этих страниц. То есть, по факту будет учитываться и то, по каким запросам страница аранжируется, по каким запросам аранжируются ссылки, которые ведут на эту страницу, как внутренние, так и внешние, и какие анкоры ведут на эту страницу. Теперь будет учитываться этот большой пул информации при оценке качества страниц. То есть, мы возвращаемся к тому, что перелинковка, которая была на какое-то время чуть-чуть заброшена, сейчас возвращается с новой силой. И перелинковка идет как с внешних источников, так и с внутренних. Поэтому в сборе семантического ядра сейчас можно попросту захлебнуться. И спрос на сбор больших семантических ядер сейчас будет максимально востребован. Поэтому всем, кому нужны семантические ядра, которые сейчас массово пойдут пересобирать свои ядра, которые были собраны пару лет назад, куции, недоработанные, и сейчас будут собирать их при помощи новых поисковых запросов. Будут учитываться все статистики вашего сайта по веб-мастеру, будут учитываться новые сервисы, которые собирают семантику. Уже сейчас платные сервисы собирают семантику. Больше, шире, дополнительно. Вот тот же серпстат, если раньше выдавал куций, список слов дает огромнейший просто пул запросов, с которым можно работать. А теперь я хочу пригласить настоящего гуру юзабилити и маркетинг-анализов на наших вебинарах. Это, конечно же, Руслан Байбеков. И он даст свое видение относительно того, что ждет в SEO у нас в следующем году. Я продукт-маркетинг-менеджер, специалист в области интернет-маркетинга. Сейчас хотел бы поговорить о том, что нас ждет в 2021 году в отрасли SEO. Вообще, хотелось бы обратить внимание на то, что SEO, в первую очередь, это самый эффективный источник естественного трафика на ваших сайтах. Это инструмент, который позволяет вам колоссально экономить на привлечении трафика на любой ваш интернет-ресурс. Если кто-то считает иначе, вы ошибаетесь. Это действительно так. И вы можете сравнить ценники с использованием SEO и без использования SEO. В результате вы увидите колоссальную разницу. Далее, переходим к тому, что же у нас случилось на текущий момент. Самое актуальное – это шторм позиций в Яндексе с октября по декабрь, введение нового алгоритма ЯТИ, Yet Another Transformer with Improvements. Это алгоритм Яндекса, который был построен на нейронных сетях. И основная его цель была в том, чтобы оценить смысловую, именно смысловую близость запроса, который я ввожу в Яндексе, со страницей, на которые я в результате попаду, со страницей, которая должна быть в выдаче. Я почему об этом сейчас говорю? Дело в том, что все это порождает тренды на будущий год. И сейчас, впрочем, и в 2019 году я об этом говорил, что трендом является создание сайта для человека в первую очередь. Например, если вы пишете тексты, то они должны быть не SEO-копирайтинг, а текст для вашего читателя. Считайте, что человек, который попадает на ваши сайты, существо разумное, оно будет читать, ваш сайт будет нажимать на кнопочки, которые будут у вас размещены, и так далее. То есть старайтесь исполнить, выполнить две вещи. Посетитель, который приходит на сайт, он должен получить ответ на свой вопрос, соответственно, и дать ответ на ваш запрос, который вы требуете с него, получить регистрацию, продажу, или еще что-то. Далее, исходя из этого, получается такая история, что SEO-шник, как специалист, должен быть многогранным. Он должен уметь пользоваться различными инструментами, он должен иметь аналитический склад ума, он должен не бояться проводить эксперименты и много-много-многое другое. Поэтому сейчас это, наверное, один из основных трендов – это максимальное расширение функционала себя как SEO-шник. Дальше. Если мы говорим о трендах поисковых систем, то мы замечаем, что, ну, во-первых, Яндекс и Гугл, все понимают сейчас, сильно отличаются друг от друга, доля на российском рынке также оценивается сильно разной. То есть Яндекс говорит, что у них порядка 60-10% рынка Рунета, Гугл говорит обратное. Ну, то есть каждый перетягивает на себя одеяло. Это не важно. Важно то, что есть очень много моментов, которые нужно выполнить. И для этого необходимо для начала просто изучить, что говорит Яндекс и что говорит Гугл. Прочитайте справку Яндекса. Гугл, например, недавно, ну, относительно недавно, да, Саша Чпукайтис, по-моему, в прошлом еще году, сделал отличный перевод ассессор к инструкции Гугла. И вообще в целом ребята делают очень крутые переводы, поэтому очень рекомендую почитать, что же все-таки Гугл хочет от ваших сайтов. Ну, вкратце, это, например, растет скорость загрузки, что очевидно, и требования к скорости загрузки. Ваш сайт должен загружаться максимально быстро. Первый контент вашего сайта, первый байт, да, первый байт, да, время должно не превышать трех секунд, например. Потом у вас должна быть обязательно мобильная версия на сайте. Но это бы смешно было в 2020 году и в 2021, но я до сих пор сталкиваюсь с этим. У вас должна быть мобильная версия уже. У вас должен быть протокол, что ТПС подключен, да, ваш сайт должен быть безопасен, ну и так далее, и так далее, и так далее. Не должно быть большого количества всплывающих окон, каких-то мешающих, отвлекающих факторов. Следующий важный момент, то, что мы сейчас наблюдаем очень серьезное снижение трафика позиции выше пятой. Об этом говорил еще Саша Ашгибисов довольно давно о том, что выше пятой позиции трафика практически, ниже, вернее, пятой позиции трафика практически нет. Поэтому сейчас мы стремимся попасть в топ-5, так как там 60% трафика. Ну, а лучше всего забирать основной трафик, это топ-1, да, топ-1, ну и топ-3. Что еще из интересных? Стараемся влиять на сниппеты, формирование сниппетов и увеличивать CTR вашего сниппета. Для этого можно использовать различные эмоции, для этого необходимо использовать разметку, микроразметку. Дальше, стараемся попадать в полгунчики поисковых систем. Для этого у вас на сайте должны быть различные блоки FAQ, какие-то короткие ответы на запрос пользователя, ну и так далее. То есть стремимся идти за тем, что нам предлагает, что нам предлагает сама поисковая система. Идем в эту сторону. Не забываем про то, что сейчас сильно растет доля голосового поиска. Этому всячески способствует как и Google Ассистент, так и Яндекс с Алисой. И поэтому также необходимо, но все, что я сказал до этого, это также повлияет. Чтобы при голосовом поиске ваши сайты эмбранжировались лучше. Используем все сервисы поисковых систем, справочные карты и так далее, и так далее, и так далее. И все у вас будет хорошо. Самое главное, делайте ресурсы для вашего пользователя. Ну и немного классики. Изучите портрет вашего целевого пользователя, построите аватары, создайте предложения именно для них. Это займет большое время, особенно по первой. Вы можете столкнуться с какими-то серьезными вопросами, но когда вы это сделаете, поверьте, ваш маркетинг станет гораздо лучше, ваша села станет гораздо лучше и конверсия с ваших сайтов станет гораздо лучше. Ну что ж, друзья, всем, всех с наступающим Новым Годом, всем надеюсь, что следующий 21 год будет несколько проще, чем этот год, хотя бы все быстро в обратном. Держитесь, всего вам терпения и удачи, всего вам самого доброго. Да, так и есть. SEOшник – это то, что является важным составляющим между сайтом и его успехом продвижения. И SEOшник тоже будет в тренде, особенно его переобучение, получение свежих знаний и старые методы, которые раньше когда-то работали, однозначно уже многие устаревают. И сам SEOшнику нужно тоже переучиваться, смотреть, что нужно поисковым системам, что нужно детально изучать, какие методы можно выбросить на свалку истории и как нужно правильно делать сайты для людей, что нужно делать, как располагать контент, где-то уменьшать количество страниц, где-то улучшать контент на них. Действительно нужно работать над маркетингом и юзабилити. Здесь Руслан, я полностью согласен, и SEOшник является действительно важным звеном в этой, в этой, как говорится, цепи. Следующим я приглашу на экспертный анализ, что ожидается в следующем году, Ивана Балия. Иван Балий, это стоит за созданием сервисов сайт-чекер компании Boost и рекомендую, конечно же, прослушать его действительно важной тенденцией, что будет меняться в следующем году в поиске, в частности, в Google и задуматься относительно тех стратегий, которые вы выстроили на следующий год. Коллеги, привет! Пару слов про то, как изменится поведение SEOшников в 2021 году в связи с последними изменениями Google. Я бы делал 4 тренда. Первый из них это увеличение стоимости мелких ошибок. То есть, релевантность контента и ссылки будут продолжать оставаться основными факторами ранжирования. Но, когда вы в топе и похожи по основным параметрам, то начинают играть мелкие преимущества и SEOшники будут все больше уделять им внимание. Это техничка, это так называемый Core Web Beatles, который Google анонсировал выпуск в середине 2021 года. Это правильность структуры сайта, то, как вы управляете контент. Со всех вот этих мелочей SEOшники будут уделять им все больше времени. Вот. Второе, это поиск способов увеличения ценности сайта. Мы видим, что увеличивается роль асессоров. Это приводит к тому, что мы понимаем все больше, что люди будут оценивать наш сайт. И я думаю, это приведет к тому, что SEOшники будут развиваться в смежных направлениях, таких как продуктовый менеджмент, работа с опытом пользователя, дизайном, продающим, копирайтингом. Или они сами будут рядом развиваться, или будут привлекать в команду специалистов. Третий тренд, это увеличение работы, количество работы с внешними площадками. Площадки внешние, такие там, YouTube, Facebook, в некоторых нишах сервис, в некоторых нишах это вообще отдельные, какие-то узкоспециализированные внешние площадки. Они наращивают свой ресурс, там все больше трафика, вот, и публикации, работа с внешними площадками помогает наращивать авторитетность сайта, привлекать трафик, увеличивать количество брендовых запросов и строить ссылки. То есть, это все вместе сразу, поэтому SEOшники, которые зациклятся только на одних своих сайтах, мне кажется, они будут терять позиции. Вот. И четвертый тренд это изменение стратегии работы с контентом. Около полгода у Google был отключен тул для добавления страниц на индексацию ручную. Вот. Получается, что Google сам определил, что есть ценным, а что нет. И по своему опыту на сайтах, которые я продвигаю, я вижу, что у Google все больше, все сложнее получить показы даже на трастовом сайте после первой индексации. Вот. Наверное, Google нужно все больше решать проблему с тем, что у клиентов все больше контента генерируется людьми. Вот. И нужно его отбирать, поэтому он будет снижать количество караулингов. Либо, еще на первых подходах будет фильтровать некачественный контент. Это передо тому, что SEO-шники будут поменять свою стратегию. Если раньше многие просто какие-то заготовки текста генерили на URL, потом смотрели, как оно полезет, вот, то сейчас все больше будут сразу публиковать хороший контент, чтобы понравиться Google с первого раза. Абсолютно согласен с Иваном. Действительно, в мире существует 2 миллиарда сайтов. Какое количество страниц на каждом сайте, можно просто сбиться со счета. Некоторые сайты имеют даже такое же количество страниц. И здесь действительно поисковая машина будет ограничивать свои ресурсы и учитывать только качественный контент. Будет заранее эвристическим анализом проверять, этот сайт мусор или не мусор. Будет использовать для этого множество пунктов для оценки. Хороший это сайт или плохой. И теперь в индекс с мусором выходить точно нельзя. То есть даже если вы делаете новореги, как говорил Андрей Булов, то есть не новореги, а допустим берете дропы и переделываете их, будьте добры, делайте их качественно. Потому что Google будет не зря множество маркеров оценки качества сайта. Асессоры будут и действительно играть решающую роль в судьбе вашего ресурса. И поэтому генерировать контент а как бы лишь полезет точно не стоит. Потому что это фактически похоронит ваш сайт. А следует помнить, что на создание и развитие сайта уходит много денег. Стоимость сайта растет с каждым годом. И посмотрите сколько стоит сейчас одна статья. Одна хорошая статья на сайте стоит от 50, а то и дороже долларов. Хорошая статья, например, как пишут нам на сайте авторы могут обойтись. Вот если на рынке смотреть от 100 до 150 долларов. Это просто уже другие суммы. Вы уже упираетесь в совсем другие цифры. Это только статья. Дизайн страницы. Хороший дизайнер возьмет минимум 100-120 долларов за дизайн типовой страницы. За проработку дизайнов элементов 50-100 долларов. Работа программиста по верстке одной типовой страницы может занять от 150 долларов. Складываем умножаем хватаемся за голову. уж точно не хочется экспериментировать и делать это некачественно. Потому что сделав один из этих пунктов некачественно вы все остальные пункты выбрасываете на свалку. Как мы видим в целом все что ожидается в следующем году оно является действительно то что с алгоритмом становится сложнее и ориентированной на определение качества страницы которая попадает в индекс. то есть мы можем сказать что Google старается ограничить индексирование мусорного контента и действительно умело накладывать санкции на некачественный контент это видно даже по вебмастеру как он выкидывает некачественные страницы просто зайдите в свой собственный Google вебмастер и посмотрите какие Google страницы удалил из индекса по одной простой причине что они ему не нравятся каждые причины найдет на своем сайте разный напишите в комментариях какое действительно посмотрим как действительно алгоритм стал умнее Яндекс же наоборот старается переформатировать свою выдачу и бороться с поведенческим фактором который крутят потому что Яндекс слабее чем Google это факт это видно по алгоритмам то что он отстает об этом говорят многие эксперты что он ролик догоняющего и те алгоритмы которые в Гугле уже давно и давно перекрыты как крутить поведенческий в Яндексе до сих пор работает и Яндекс до сих пор с этим будет бороться и он сейчас и выкатывает новый алгоритм в надежде как-то сбить явление накрутки ПФ за счет оптимизации контента очень много действительно будет уделяться техническим моментам и вот здесь я бы хотел дать слово Никите Камышникову который расскажет собственно вот отличный итогом подведет собственно что все на самом деле поменяется если за что и нет необходимости переживать 2021 году так это за судьбу SEO все последние изменения на рынке SEO выглядят последовательными органичными и в конечном счете благотворными мы видим что для профессионалов от мира SEO окно возможностей в плане самореализации в плане благотворного воздействия на проекты не становится меньше а вот для дилетантов для разного рода наперсточников как раз таки захлопываются последние форточки каждый следующий апдейт поисковых систем все лучше определяет пользовательский интент все больше вес придает качеству и экспертности контента пониманию контекста и видим что в этот процесс все больше увеличены нейросети так что все незатейливые подходы к оптимизации на скорую руку все черные и серые схемы от которых заслужены опытные профессиональные сеошники рвали волосы просто на всех местах все последние годы эти подходы заслуженно отмирают и я думаю можно смело констатировать что мы наконец-таки входим в светлую эру более цивилизованного более экологичного и правильного SEO и это не может не радовать Никита спасибо действительно вот очень лаконично SEO станет более тяжелым экспертным и выкинет с рынка непрофессионалов заодно заставит всех непрофессионалов переучиваться готовиться к новым изменениям алгоритмов и SEO действительно станет только от этого лучше так что следующий год однозначно заказывайте SEO делайте аудиты смотрите как ваша стратегия отличается от того что мы наметили и модифицируйте свои SEO стратегии используйте комбинированные методы не повторяйте все за чужими потому что все что спалили как говорится оно уже в прошлом и возможно уже не работает некоторые фишки которые рассказывают SEOшники лучше лишний раз проверять так что как говорили наши эксперты экспериментируйте внедряйте и следите за тем что вы не повторяете чужих ошибок всем спасибо всех с наступающим новым годом с всех лайк подписка комментарий с пожеланием каждому кто тоже ответил на комментарий с новым годом давайте сделаем следующий год как говорится лучше всем успешных позиций трафика и продаж с новым годом